Партнёр программы «Оперативная съёмка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Сегодня в программе канал поставки наркотиков на Дальний Восток перекрыли в Хабаровске. Больший груз столкнулся с легковушкой на инструментальном заводе. ДТП возле Зелёного острова спровоцировало огромную пробку. Ответственность за распространение и хранение наркотиков – главная тема программы. Пассажиры из Москвы с чемоданом наркотиков задержали сотрудники транспортной полиции Хабаровска. Общая масса наркотического вещества N-метиэфедрона составила больше 10 килограммов. Полицейские установили, что партию наркотических средств и крупную денежную сумму задержанный получил от своего знакомого, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств через интернет-магазин. По его заданию, мужчина должен был доставить запрещенное вещество на Дальний Восток и разместить в тайниках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали еще пятерых подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств в возрасте от 25 до 29 лет. При обысках по месту жительства троих из них обнаружены упаковочные пакеты с логотипом интернет-магазина, весы и еще свыше 9 килограммов синтетического наркотика. В Курской области полицейские задержали основного межрегионального курьера. В отношении четверых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Транспортное происшествие с участием легковушки и большегруза произошло на кольце инструментального завода, сообщает Риа Влад Ньюс. Оно попало на записи камер наружного наблюдения. На записи видно, как большегруз не пропустил легковушку, которая двигалась по кольцу, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются. Дорожно-транспортное происшествие из-за невнимательности одного из участников произошло во Владивостоке, сообщает Риа Влад Ньюс. Водитель малолитражки не заметил тягач во время маневра перестроения в районе торгового центра «Зеленый остров» в сторону Золотого моста. В итоге произошло столкновение двух машин. Вследствие столкновения образовалась пробка. Сообщений о пострадавших в результате ДТП нет. Проблема наркотизации населения России сегодня выходит на одно из первых мест. Распространение наркотиков признаётся угрозой национальной безопасности. Наркоагрессия оказывает всё более разрушительное воздействие на развитие российского общества. Как и сама наркомания, преступность, связанная с наркотиками, одинаково распространяется среди представителей различных социальных и возрастных групп. Сегодня, констатирует полицейский, этот вид преступности омолодился. За распространение и хранение наркотиков всё чаще наказывают подростков. Об ответственности за незаконный оборот наркотических средств в интервью нашей программе рассказал прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Дамир Ниязов. Здравствуйте, Дамир Маратович. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим о наказании за незаконный оборот наркотиков, наркотических средств. Правильно? Правильно, да. Скажите, пожалуйста, а кто сейчас, какая возрастная группа чаще всего употребляет наркотики? Это взрослые люди или идёт какой-то процесс в сторону омоложения, что ли, людей, которые употребляют наркотики? Может быть, это подростки? Ну, тенденция таковая, что в настоящее время всё-таки лица, которые употребляют наркотики, это всё-таки больше молодые люди, нежели люди старшего возраста. Больше молодые, что это, школьники, это студенты или 20 плюс? Это как раз возрастная категория от 15 до 25 лет. От 15 до 25? До 25 лет, да. Откуда 15-летние дети берут деньги на наркотики? Ну, это вопрос, наверное, больше к их родителям, как они смотрят, откуда у детей берутся деньги на эти вещи. А что подразумевается под незаконным оборотом наркотических средств? Ну, это достаточно широкое понятие, незаконный оборот наркотических средств. Это любая противоправная деятельность, которая, начиная от производства или выращивания наркотических средств и заканчивая сбытом, либо контрабандой наркотических средств. В частности, это касается также и медицинских учреждений, которые используют наркотические средства в своей деятельности. Там тоже имеются определенные нарушения и совершаются подобного рода преступления. А что такое выращивание наркотических средств? Вот конопли? Ну, в том числе, да. Бывает, что люди в погоне за наживой, либо под желанием в дальнейшем употребить наркотические средства, да, действительно выращивают кусты конопли. Ну, и кроме конопли существуют еще другие наркотические средства, растения, содержащие наркотическую составляющую. А какого размера оборот наркотиков в Приморском крае, допустим, в 2017 году? То есть оборот наркотиков-то что такое? Это торговля наркотиками? Это хранение, сбыт? Что? Нет, сам по себе незаконный оборот наркотиков подразумевает под собой весь спектр этих нарушений, действия, которые запрещены законодательством напрямую. Выращивание, хранение? Хранение, потребление, сбыт, переработка, транспортировка. Дальше уже более серьезные составы, такие контрабанды. Может быть, вымогательство наркотических средств. Может быть, вплоть до того, что когда врачи, злоупотребляя своими служебными полномочиями, И такое случается? По положениям, да, выписывают рецепты на приобретение лекарств, которые содержат компоненты наркотического вещества. А какая ответственность предусмотрена за незаконный оборот наркотиков? Сама по себе ответственность имеет несколько аспектов. Есть ответственность административная, есть ответственность уголовная. Уголовная ответственность как есть основное наказание, так и дополнительное. Что касается административного наказания, это употребление наркотических средств без рецепта врача, это появление в общественном месте состояния наркотического опьянения. Здесь, конечно, наказание идут как штраф, так и административный арест. За сбыт наркотиков уже, конечно, ответственность посерьезнее предусматривается от денежного штрафа в достаточно крупном размере до лишения свободы. Как правило, по судебной практике к лицам возможно применение условного вида наказания. Если же это касается сбыта наркотических средств, здесь, конечно, государство предусматривает более серьезное наказание. И по судебной практике те сбытчики наркотического средства получают реальные сроки наказания и достаточно большие. Потому что верхняя граница наказания – это до 20 лет лишения свободы. Допустим, это такие наказания, как сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, а также за контрабанду наркотических веществ. А что такое сбыт наркотиков в особо крупных размерах? Это незаконная деятельность лица, направленная на реализацию наркотических средств другим лицам на возмездной или безвозмездной основе. Здесь неважно, за какую ты сумму передал денежные средства и с какой целью. То есть подарил ты, продал, отдал в счет долга. Здесь никакой разницы не имеется. Ну и, соответственно, уже в зависимости от размера наркотического средства, которое сбывает лицо, там уже наступает, в зависимости от количества сбытого наркотического средства, уже наступает ответственность либо больше, либо меньше. А размеры – это что? Пакет, может быть, конопли? Нет, нет, нет. Или что, спичечный коробок героини? Для определения размера значительного крупного и особо крупного существует постановление правительства, где существует перечень наименований. И, соответственно, определена количественная составляющая, которая при изъятии в дальнейшем в ходе расследования уголовного дела экспертным путем определяется. Ну, то есть граммы-килограммы? Граммы-килограммы, да. А с какого возраста наступает уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков? По общему правилу наступает ответственность с 16 лет. За отдельные виды преступлений, за такие, как, допустим, вымогательство наркотических средств, на ответственность может наступать с 14 лет. То есть с 14 лет могут вполне посадить? Да, это за очень серьезные преступления, где высокое, достаточно большое наказание уголовное. Но, как правило, это с 16 лет. За хищение и вымогательство могут посадить с 14? Да. А какое наказание предусмотрено за незаконный оборот наркотических средств? Я уже ранее сказал, что наказание, опять же, какое? Административное, либо за административное правонарушение, или за уголовное преступление. Если это административное правонарушение, для физических лиц это штраф, возможно, штраф, либо избрание такого наказания, как административный арест. Для юридических лиц это, опять же, штраф, но более крупные суммы предусмотрены административным законодательством. И есть еще одно таких наказаний, как приостановление деятельности юридического лица. А существует ли какая-то ответственность за рекламу наркотиков? За рекламу, за пропаганду употреблений? Да, такая ответственность существует. У нас предусмотрена статья 6.11. Как раз предусматривает ответственность за подобные рода действия лиц. Соответственно, если это физическое лицо, предусмотрено наказание штраф с изъятием агитационной продукции для юридических лиц. Это приостановление деятельности юридического лица, по-моему, до 90 суток. А также изъятие подобных рекламных продуктов и оборудования, на котором эта продукция была изготовлена. А скажите, пожалуйста, как можно рекламировать наркотики? Это что, на листовках изображение конопли печатают? Или каким образом осуществляется такая пропаганда? Ну, понимаете, для того, чтобы двигать какой-то продукт, у нас в нашей жизни реклама-то и создана. А у кого, насколько хватает фантазии и для визуального восприятия, возможно, это какие-то призывы, возможно, это какое-то изображение. Поэтому все остается на усмотрение того лица, который изготавливает, насколько у него хватает фантазии и желания донести свой этот незаконный продукт до потребителя. А существует какая-то ответственность за употребление наркотиков лиц, которые не достигли совершеннолетия? В этом случае, наверное, нисколько к лицу, в частности, к лицу, не достигшему 14 лет, обычно применяют меры порицания. Тут уже больше работа ведется с родителями. То есть, соответственно, как бы... На них налагается какая-то ответственность. Да, ответственность. Но эта работа ведется подразделениями по делам несовершеннолетних. А какой штраф грозит родителям, если ПДН обнаружит, что ребенок употребляет наркотики? От полутора до двух тысяч. Небольшой, в общем-то, да? Ну, небольшой, но... На то это административная ответственность. Она более направлена на... Профилактику? Да, на профилактику и пресечение тех негативных проявлений в виде преступной деятельности. Лиц, которые достигнут уже возраста и могут совершать преступления. Либо как раз это мера воздействия на родителей, чтобы они больше следили, смотрели за ребенком. Поговорим с вами про такую вещь, как наркопритоны. То есть, особенно в 90-х, конечно, насчет сегодняшнего дня я на самом деле не очень в курсе. Вот есть такая вещь, когда в доме устраивают наркопритон. И все соседи об этом знают, что вот этот сосед приторговывает чем-то таким незаконным. Всех это возмущает законопослушных граждан. Никто не знает, куда обратиться. Вот куда в данном случае обращаться людям, если они точно уверены, что в их доме существует наркопритон? Ну, прежде я хотел сказать, что если гражданам известно о подобных проявлениях, то есть, если рядом есть такая негативная квартира, так называемый наркопритон, конечно, нельзя оставаться к этому равнодушным и обязательно сообщить правоохранительные органы. Форма, которая можно сообщить, она существует достаточно разная. Это можно обратиться в дежурную часть отделов полиции территориальных. То есть, набрав 0,2. 0,2, да. Возможно обратиться к своему участковому полномоченному инспектору, который обслуживает территорию, где расположен дом. Ну, и существует такая форма передачи информации и передачи сигналов. Это телефон доверия. Телефон и доверие. И, конечно же, граждане, которые проявляют подобную активную позицию и гражданскую, и сообщают о подобных проявлениях, ничего в этом зазорного нет. Ну, конечно, люди же боятся, и в том числе и за детей, вероятно, боятся, которые проживают в этом доме. Конечно. А то, что их сигнал не останется без внимания, это, конечно же, абсолютно точно. А много сейчас наркопритонов в городе Владивостоке, в частности, существует? Имеется, может, определенное уменьшение их количества, но вы поймите одно, что сама по себе борьба с наркотиками и вот это проявление асоциальное в нашем обществе, его не так легко победить. Поэтому, конечно же, такие факты имеются. Имеются все-таки, к сожалению, да? К сожалению, имеются. Тем не менее, нужно без страха набирать 0,2, сообщать о том, что в доме существует вот такая напасть и среагируют. Каким образом среагируют? Приедут, что сделают? Проведут проверку? Ну, методы борьбы я не хотел бы обсуждать на сегодняшней встрече, но, конечно же, обязательно будет проведена процессуальная проверка по сообщению, либо по заявлению граждан, и, соответственно, от их результатов будет дальнейшим приниматься процессуальное решение. Спасибо вам большое, Дамир Маратович, за разговор. Будем надеяться, что все-таки употребление наркотиков в нашем обществе со временем сократится. И за будущее наших детей мы можем переживать меньше в этом плане. Ну, пожалуйста. Я тоже на это надеюсь. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok